На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Сыгран 23-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу из неожиданности, разве что потери очков гомельской команды БЧ. Железнодорожники не сумели обыграть Микошевический гранит на его поле. Встреча завершилась весьма результативной ничьей 6-6. ВРЗ без проблем разделался с охраной «Динамо» 6-1. В Орше, Витен и столица поделили очки. Вторая и четвертая команды чемпионата сыграли в ничью 3-3. Светлогорский ЦКК на выезде проиграл дорожнику 1-4. ВРЗ укрепился на первом месте. Отрыв от Витена уже 6 очков. БЧ на пятой строке. ЦКК в четырех очках от зоны плей-офф. В Гомелье во дворце игровых видов спорта проходит чемпионат Беларуси по боксу. Сегодня состоялась церемония открытия соревнований и начались предварительные поединки. Гомельская область выставила на домашний турнир внушительную команду. В состязаниях мужчин за медали будут бороться 16 боксеров. В женской части соревнований представительства меньше – 8 спортсменок. Начало боев 3 и 4 апреля в 15.00. Полуфиналы пройдут 5 апреля. Первые поединки стартуют в 15.00. Обладатели наград станут известны 6 апреля. Начало финалов в 11.00. Чемпионат Беларуси по боксу – это отборочный этап для участия во вторых европейских играх. Шесть наград, пять из которых высшие пробы завоевали спортсмены из Гомельской области на первенстве страны по вольной борьбе. В Гомеле состязались борцы 2002-2003 годов рождения. Победителями домашнего турнира стали Анатолий Громыко, Павел Дятлов, Олег Цапенко, Яна Костунова и Арина Мартынова. Бронза у Ивана Громыко. В командном зачете юноши заняли второе место, девушки – третье. Нынешнее первенство страны было одним из этапов отбора на первенство мира и Европы, которые состоятся в 2019 году. В Гомеле определили лучших шашистов в рамках национального первенства по шашкам 100. Это главный турнир для спортсменов в пяти возрастных группах. Участвовали шашисты от 11 до 27 лет. В классической шашечной программе за победу боролись порядка 90 участников. В Блице – около сотни. По итогам турнира лучшие шашисты получат путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Польше, и чемпионат мира, который состоится в Турции. Гомельская область так само вельми поспехована в этих поборницах. Взгуляла, простойники ее. На прикладу близковичной программе пять медалев завоевали. Но это основано у молодших взрослых группах. Потому что вельми отчувается довольно серьезный прогресс в выниках шашистов в Гомеле. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok